Здравствуйте, волонтерский центр «Единая Россия». Группа волонтеров заступила на дежурство. За день они успевают посетить порядка 60 человек. Заявки приходят разные, от помощи в оплате квитанций до покупки перчаток и масок. А вам нужно было что-то привезти? Эти самые, вот, маски, да. Поход в аптеку занимает 15 минут. Маски куплены, просьба орловчанина Александра Мазурова выполнена. Спасибо, дай бог вам здоровья. Эти люди, даже вне ситуации пандемии, очень тяжело адаптируются к нашей жизни. Им тяжело выходить из дома, тяжело дойти до аптеки, тяжело сходить в магазин и постоять там в очереди. Обращаются орловчане и с просьбой доставить льготные лекарства на дом. Пенсионерка Любовь Зубкова признается, что впервые встречает волонтеров с медикаментами у своего дома. Очень хорошо работают, они вежливые, культурные, замечательные. Наши волонтеры всячески стараются помочь людям, входящим в группу риска, и максимально долго продлить их самоизоляцию. На лице маска, на руках, перчатки тщательно обработаны антисептиком. Кстати, просьба сходить за продуктами и лекарствами – самая распространенная. Волонтеры всегда соблюдают безопасную дистанцию. Список продуктов кладут на специальный планшет. Товары приобретают строго по списку, покупки оставляют у порога. Хорошие помощники. Спасибо. Сегодня в волонтерском центре «Единой России» трудится более 70 человек. Многие, придя однажды, постоянно совмещают работу и волонтерство. Крупные организации не могут оставаться в стороне. Поддерживает людей в сложной ситуации наша прямая обязанность. Благодаря работе волонтерского центра партии «Единая Россия» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, мы имеем возможность защищать людей от инфекции и помогать тем, кто нуждается в помощи. Наталья Чунина, Арсений Кульков, Телеканал Первый областной.